Уже неделю в оздоровительном центре «Лесная сказка» отдыхают ветераны Великой Отечественной войны Соликамского городского округа. Деньги на их лечение и оздоровление выделила компания «Уралкалий». Бравых мужчин мы застали на магнитах. Процедура снимает воспаление, обезболивает. Хороша для опорно-двигательного аппарата. Отдыхаются очень прекрасно. Очень прекрасно. Много процедур я делаю. Главное, что в службе персонал очень добрый, очень добрый, вежливый. Очень-очень они всем благодарны. Фронтовики набираются сил. Пятиразовое питание, прогулки и процедуры. Нашим героям за 90. Тут особое внимание. Процедуры щадящие, согласно их заболеванию. Так как почетный возраст, поэтому щадящие процедуры. Получают они сухие углекислые ванны. Затем получают массаж. Получают циркулярный душ. Получают также спелеокамеру. Проведать отдыхающих в пятницу приехали глава Соликамска Евгений Самоуков со своими заместителями Инной Тонких и Андреем Швецовым. А также депутат по 20 округу Максим Томилин. Вы с какого дня здесь уже проживаете? Сколько дней? С 19-го. С 19-го. И на сколько? В 14-е дней. За чашкой чая ветераны рассказали о своем жизненном пути. Степан Южанинов на фронт ушел в 44-м. Попал в послеблокадный Ленинград, где служил связистом 84-й зенитной артиллерийской бригаде. Попал я в Ленинград. После блокадок раз. Приехали в Ленинград. Там нигде небо не видно было. Все было остальное. На домах зенитки стояли. Прожектора стояли. Командир бригады попал в Кангурске. Так нахорошо. Встретил Пельмяков. Одел нас, скажу, тот. Обычно нас сначала одели. Кого-то бушла, от кого развел грейку, кого-то что. Он нас вывел. Майор говорит, вы кого мне это вывелить? Все, нас обратно. Были шинели у них. Одели нас всех в шинели. В общей сложности Степан Ефимович прослужил 7 лет, а потом вернулся в Соликамск, где до выхода на пенсию работал на заводе «Урал». Рано пришлось повзрослеть и Алексею Шестакову. На фронт ушли отец, брат. Он остался за старшего. В 13 лет, собственно говоря, был как мужчина в этом. Я и пахал. Пахал этот, ну обычно, как раньше, техники не было на лошадях. Пахал этот и жал. В общем, всеми работами сельскохозяйственным занимался. Полностью этот. Трудно было, конечно, это. Но все. Старались как-то приблизить победу. Приблизить победу Алексею Степановичу довелось не только в тылу. В 44-м он отправился на фронт, попал в пехоту, где стал радистом. Вот сейчас вот такая штучка, все там есть. А я же таскал радиостанции 14 килограмм. Весила радиостанция РБ-1, потом РБ-М-5 нам дали этот. Но как этот? Разве здесь 50 километров? Ну, вес вот такой. Ведь вот сравни сейчас вот с этой или 14 килограмм за спиной. Свой рабочий путь Алексей Шестаков продолжил на Магниевом заводе, где и проработал всю жизнь. Ветераны еще долго рассказывали о своем пути, семьях, отдыхе. Благодарили за возможность укрепить здоровье. Гости, в свою очередь, благодарили фронтовиков за их труд и мирное небо над головой. Компания «Уралкалий» с большим уважением и глубокой благодарностью относится к ветеранам. Война все дальше и дальше от нас. И, к сожалению, ветеранов все меньше и меньше остается. Поэтому такие встречи, они очень важны. Они помогают поддержать ветеранов, оказать им помощь, поддержку, в том числе финансово-оздоровительную. В Соликамске сегодня осталось всего 12 участников Великой Отечественной войны. И у них есть чему поучиться. В первую очередь, жизнелюбию и трудолюбию. Старался как-то быть справедливым, справедливым. Много занимался, вообще старался делать всю работу свою честно, нормально.